Учебный год начнется совсем скоро и по традиции. В преддверии его проходит ежегодная августовская педагогическая конференция. На этот раз мероприятие проходит в Щелковской школе номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова. Эта школа в числе пяти учреждений общего образования нашего городского округа вошла в топ-100 лучших в Подмосковье. Я присъединяюсь ко всем поздравлениям, которые уже были вчера, сегодня и уверен, еще будут продолжаться. И поздравляю педагогические коллективы Щелковской гимназии, 8-й, 12-й, 16-й школ, а также лицея номер 14 с этим отличным результатом. Также наш муниципалитет был признан лучшим в регионе по организации детского отдыха. Ваши достижения заслуженно отмечены на всероссийском и региональном уровнях. Отрадно и то, что в прошедшем году молодые специалисты не боялись проявлять инициативу. Учитель школы номер 11 стал одним из победителей областного конкурса «Педагогический дебют». Педагогическая общественность, учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, руководители образовательных учреждений, ветераны отрасли вновь собрались в одном месте в одно время, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года и обозначить планы на будущее. А целей немало. Начало строительства и открытия новых детских садов и школ, модернизация уже существующих, но повышение качества образования по-прежнему остается приоритетной задачей. Работа продолжится в условиях федеральных образовательных стандартов. Сейчас в рамках государственной программы на территории городского округа планируется открыть 7 школ. Одна из них в Медвежьих озерах примет учеников уже в этот день знаний. Проводится капитальный ремонт зданий двух школ, школа номер 1 Загорянка и школа номер 2 Монина, построенных до 1950 года, и двух детских садов номер 19 Родничок и номер 32 Росинка, чьи здания не соответствуют современным требованиям. Субсидия из бюджета Московской области и Щелковского муниципального района составила 170 миллионов 679 тысяч рублей. В результате проведенной работы 7 объектов дошкольного образования, проектной вместимостью 1120 мест, были включены в государственную программу. Строительство запланировано на 19-21 годы. В этом году более 811 классников окончили обучение в школах нашего городского округа. Семеро ребят набрали высший балл на ЕГЭ по разным предметам. В прошлом году на августовской конференции я отметил, что с 2014 года у нас не было ступальников по математике. И Щелковская гимназия меня услышала. Свершилось. Ступальник по математике появился. Его подготовила Гайя Григорьевна Решетник. По традиции отметили педагогов за развитие отрасли образования. Ведь конференция – это еще и подведение личных итогов. Их труд не остался незамеченным. Делается очень много. Но во всем этом мы прекрасно понимаем, что образование в том виде, в котором оно сейчас есть в Щелковском городском округе, на том достойном уровне, несется только благодаря вашим трудам. Система образования городского округа Щелкова является одной из лучших в Московской области. И в этом, несомненно, ваша заслуга. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.